Всем привет, с вами Алексей. Я тут недавно решил сравнить, какой же велик лучше на электротяге или же какой-нибудь велик, который считается очень быстрым и на котором можно погорять большое расстояние за короткое время. И тот и другой велик в принципе неплохие. И сборка электровелосипеда, все комплектующие были куплены с Алиэкспресса. И сам велосипед для быстрого катания тоже был куплен на Алиэкспресс. Так что если какой-то вид транспорта из этого видео вам понравился, то вы можете повторить такой же без проблем, перейдя по ссылочкам в описании. Давайте начнем видео. Этим летом катаюсь много на велике, на электрическом. И давно хотелось попробовать велик на торговых колесах. Типа кроссов или как он там называется. В общем я пробовал ездить и он довольно-таки быстро едет. Заказал, за дня на день должен прийти. И я хочу проверить насколько быстро и насколько устаешь проехать дистанцию в 10 километров. Сейчас я на этом отправлюсь. Посмотрю сколько на нем, за сколько на нем продлили эту дистанцию. Устать-то конечно я не устану, потому что тут электромотор. Но все равно посмотрим насколько быстро. Сегодня на этом велике попробую. А завтра, послезавтра, когда велик придет, если будет в нормальном состоянии, попробуем на том прокатиться. Сейчас на электровелике вот на такой десне. Максималка здесь около 30 километров. В общем погнали. Вот я там мчался до речки. Вон она речка. Вот он велик. В общем расстояние 8 километров, ой 9 километров, 850 метров. Средняя скорость 26,3. Максималка 34,3. В общем вполне все неплохие показатели. Но здесь дорога идет под горочку практически. Вся дорога практически под горку. На обратном пути тоже посмотрим, как себе велик покажет. Батарейка практически даже не разрядилась. Топил вовсю. То есть максималку этот моторчик на этом велосипеде показывает 34 километра. Хотя по спидометру пишут, что 35, там 36, даже 40. А вот на велокомпьютере, ну как на компьютере в телефоне, показывает, что 34,3 максималка была. Приехала, в общем-то, в такое вот живописное местечко. Сегодня будний день, поэтому мало народу. И естественно, у многих любимое занятие это прыжки с тарзанки. И вот этот подиум, который начинался отсюда, то есть довольно-таки неплохая скорость разгонялась. Вот кто-то пенек. Поломали какие-то изверги, короче, поломали. Вот это то, что осталось от этого подиума. Вот здесь вот стоял и с него прыгали. Только я тоже в этом году ни разу с нее не лопанул. Хотел двойную сальтуху попробовать осуществить. Двойную не буду, потому что разгона нет. Вот, подиум убрали. И может быть, что-нибудь получится. Попробуем. Автобусная остановка. В общем, отчариваю обратно с того же места. Так вот, закрепил рюкзак, потому что у меня все спина мокрая, все штаны мокрые. Вот. Что ж, попробуем обратный путь. Сколько займет времени. Потому что здесь ехать в горочку. Возможно, даже придется поменять батарейку. Ну что ж, вернулся я в исходную позицию. По времени вышло на 3 минуты больше. 26 минут, в общем. Максималка 33 было. Средняя скорость 23 км в час. Тоже быстро. То есть, несмотря на горки, ничего практически не поменялось. Ну, еще батареечка разрядилась, я думаю, из-за этого. Было чуть помедленнее. Вовремя я успел, потому что сейчас ливанет. В общем, пойду домой. Вот такие вот результаты вышли на электровелике. По времени, да, 22 туда минуты ехал. И 26 минут назад. А придя домой, мне позвонили с почты и сказали, что посылка моя с велосипедом уже пришла. И я могу ее прийти и забрать. Про этот велик вы можете посмотреть в следующей части. Иконка у вас появилась вот на этом видосе. Так что переходите и смотрите про велосипед с Алиэкспресса.